Венесуэла сегодня выбирает президента. На этот пост в Боливрянской республике претендует четыре человека, в том числе действующий глава страны Николас Мадуро. Его оппоненты – лидер партии «Прогрессивный авангард», представители движения «Надежда на перемены» и народного политического единства. Согласно последним опросам, лидирует Николас Мадуро. В предвыборной программе он делает ставку на преодоление экономического кризиса. Соперники же высказываются за долларизацию экономики и ее кредитование. На участках до конца дня в Венесуэле еще утро ждут более 20 миллионов граждан. 107 тысяч голосуют за границей в Минске в посольстве Венесуэлы. В списке избирателей 133 человека, среди них студенты и курсанты военной академии. Явку ожидают высокую. Помимо автографа, каждый избиратель оставляет отпечаток пальца. «Для нас выборы – праздник, и настроение праздничное. Венесуэльцы предпочитают решать внутренние вопросы мирным путем, путем голосования. Массовое участие в выборах говорит о том, что у народа есть стремление к развитию демократии. В любом случае, могу сказать, что результаты выборов не повлияют на отношения между нашими странами, которые для Венесуэлы имеют статус стратегического партнерства». Результаты выборов, которые в стране называют судьбоносными, огласят завтра, в том числе и по Минскому участку. Глава государства избирается сроком на 6 лет.